Итак, дорогие друзья, я не совсем осталась довольна своей работой с ПВА, работа еще влажная, она подсушивается, но много пятен, которые я бы хотела закрыть, поэтому я решила немножечко похимичить, и что я собираюсь сделать? Я собираюсь порисовать немножко линиями, полосками. Собственно говоря, сначала я сливаю краску, вот, я использовала обычный растворитель, добавляю этой краски, и в принципе у нас все это в одной баночке, буквально маленький, как говорится, тач, маленький, вот сейчас я закрою, и есть здесь отверстие, мы попробуем просто заливать, где мне не нравится. В принципе, получается, нужно все заливать, ладно, тогда мы все зальем, действительно, что мы будем мучиться, этого помоем потом, мы переделаем полностью картину, удалим лишнюю краску, удалим лишнюю краску, чем мне нравится такое рисование, что действительно мы можем переделывать картинки, не нравится, рисуем что-то другое, той же тональности, остатками краска, вот, как агат получается, в принципе, можно оставить это как агат, без всякой, как говорится, без всяких, без всяких лишних мешательств, то есть без клеточек, потому что сам по себе этот рисунок, что-то мне напоминает бастванский агат, африканский агат. Вот так происходит реанимация картинки, вот, как видите, совершенно другой эффект, поэтому мне понравилось, можно еще немножечко работать. Я не буду никакие эти клеточки вызывать, потому что, честно говоря, мне нравится вот такое, хотя они немножко уже проявляются вот здесь, вот, но я оставлю это как есть, мне хочется именно вот такие полосы, такую вот красоту, и считайте, что мы реанимировали свою работу. Вот здесь немножечко проявляются клетки, но мы не будем их трогать, вот, что появится, то появится, и на этом, как говорится, все, больше мы не будем играться с этой картины. По крайней мере, я вижу результат, я вижу эти полоски, возможно, не то, что я планировала, но не важно, главное, что я планировала реанимировать, чтобы не выбрасывать эту картину, чтобы она была ярче, контрастнее, и нам это удалось. Так что, вам тоже рекомендую, не переживайте, если что-то не получилось, у вас всегда есть возможность переделать по-своему, не по-своему, как хотите, экспериментировать, и получить довольно приятный результат. Всех вас жду на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok